Ильяна Пахомова, МТВ Молдова, но скорее как гражданские активисты здесь выступают, они представляют данный телеканал. Я внимательно прослушала первый раунд слушаний, жаль, что действительно были приглашены не все, многие не знали. Дору, remarка, мы делаем анонс public, и вы понимаете, что не всегда, дунестры, вы видите. Сейчас мы пытаемся, чтобы и перечислить социализацию. Да, это будет лучше, потому что... Мы не имитаты separат, потому что мы должны быть партии. Если не знают СМИ и находящиеся здесь журналисты, значит, мало кто знает в этой стране. По поводу дезинформации. На первых слушаниях очень действительно много говорили о ложной информации, информации, представляющей опасность для страны. И я так понимаю, что была достигнута такая договоренность, отложить на некоторое время лучше проработать эти термины. Я предлагаю термин дезинформация тоже отложить до того момента, пока не будет единого мнения по тому, что считать ложной информацией. Потому что если нас в одном законодательстве сейчас будет, вы мне, конечно, простите, но как журналист, вот все, что я здесь вижу, это называется вкусовщина. Мы сейчас видим те наказания, которые несут средства массовой информации, которые накладываются к советам по телевидению и радио. Я по старинке все КСТРом называю. Ну, например, когда журнал ТВ предъявляет претензии, почему было высказано только мнение господина Зеленского. А если Путин не ответил, как можно дать другую точку зрения? Все крайне субъективны сейчас. Поэтому здесь действительно должно быть выверено каждое слово для того, чтобы мы понимали, как нас будут оценивать. Притом все равно это будет субъективизм полный. Второе, по поводу СИБА. Да, здесь в кодексе об аудиозарных медиауслугах ничего не сказано об этом. Но мы читаем закон о свободе выражения мнений, и там говорится о том, что противодействие, дезинформация, информация, бла-бла-бла-бла, в период осадного военного положения осуществляется в сотрудничестве Службы информации и безопасности с советом по телевидению и радио. Не нужно ли вот этот фрагмент внести и в аудиовизуальный кодекс, чтобы люди понимали, с чем они работают, и кто несет эти функции? Это ситуация чрезвычайного положения перенесена на мирное время. Ну вот, немножко нет, но тем не менее. У нас есть один недосягаемый канал, который у нас существует за счет бюджета, за счет наших с вами средств, это Молдова-1. Ничто из того, что здесь предусмотрено, я так понимаю, не будет применяться к этому телеканалу, потому что... Нет, нет, вы не правы. Ну вот здесь есть представитель совета по телевидению и радио, Ляна Витсадуна. Ходил сервичи и лор-медиа аудиовизуали, а реприведер абсолютно тот форнизорий. Ши, чей публич, ши, чей приват. Да, тот уж, если можно, пояснение. Вот данные все наказания в данной ситуации. Я, например, как физическое лицо, как представитель юридического, пишу, что меня, например, как пример, не устраивает программа «Настоящее время», который сейчас идет на национальном телевидении, который это просто рассадник дезинформации, фейков и всего остального. Что может сделать совет по телевидению и радио в данный момент? Можете ли вы какие-то санкции применить или нет? Если есть, прекрасно, я рада, потому что немножко другую слышала информацию, но тем не менее. Я бы, кстати, обратила на это внимание, я здесь это озвучу, информацию, которую я доводила до сведения совета телевидения и радио. Никто не обратил внимания, что единственная программа на украинском языке, существующая в Республике Молдова, которая называется «Светанок», не существует в Республике Молдова с 16 февраля. Это был последний эфир. На данный момент беженцы, проживающие в Республике Молдова, не имеют доступа к информации на родном языке. Никаких мер никто не принял и не предпринял. Зато у нас рассказы о том, что нам нужно теперь закрывать программы на русском языке национальном телевидении. Насколько я понимаю, есть большие проблемы. Я не понимаю, что вы слушаете, что вы говорите, что требуют в республике Молдова. Ну что, я, госпожа Корнелия Козанак читаю. Повторим? Госпожа Корнелия Козанак, вот я читаю с интересами ее на Facebook. Корнелия Козанак, да, исследование. Ну, вы супер, но не делаем аудиторию, 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 аудиторию. Да, 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 да. Абсолютно, потому что мы с вами вместе платим. Абсолютно, потому что в данной ситуации все должны быть в равных правах. У нас совсем другие юридические, сейчас уже зарегистрированы вещатели. И по поводу включения развлекательных программ. Дмитрий Дмитриевич, мы сейчас идем по пути страны, которая запрещала кружевное белье, потому что лучше носить хлопчатобумажные. Если у нас будут развлекательные программы запрещать, ну давайте перейдем тогда только на какую-нибудь сермяжную правду. И вот только в Республике Молдова. Мы не имеем права людей лишить, ну не знаю, там киви, бананов из-за того, что в Молдове хорошо произрастают яблоки. Это не очень верно. Я понимаю ваше стремление, мы с вами много лет проработали вместе, плодотворно, ваше стремление развивать местный контент с огромным удовольствием. Вы знаете, я за то, чтобы мыло больше. Но ограничивать людей. И когда после тяжелого рабочего дня человек не может прийти и посмотреть, ну я не знаю, любую развлекательную программу на любом языке, да хоть итальянскую с району. Да, это я и говорю. Я думаю, что это очень много опций для программы, и для других, но и здесь, я думаю, что проблема самая большая должна быть качество их. Но дайте-м, вы, значит, даму Тирея, и после этого, даму Мако Вейк. Вы знаете, просто как огромное сожалению, в последние годы мы наблюдаем массу законодательных инициатив карательного характера. И ничего на поощрение. Нам так хочется, чтобы нас поддержали, но поддержали, не убивая нас. Я не знаю, чем с Людмилой Бельченковой тут вот провинились в том, что нас вот по всем, все, что идут изменения, оказывается, что мы, как журналисты, хуже, чем кто-то другой. Мы видим то, что нас методично пытаются выпилить с этого рынка и оставить без работы.